Друзья, всем привет, с вами Яков, и мне очень приятно, что вы смотрите данный ролик на моем канале, который в свою очередь является бонусным. Бонус будет находиться в конце данного видео, а в начале ролика мы с вами поговорим о всех билдах крестоносца. Я устраивал опрос в своей группе в контакте, мол, какой билд крестоносца нравится игрому сообществу больше. В опросе принял участие 422 человека. Ну и, собственно говоря, у нас продлинулось 9 мест. Если что, ссылки на эти билды, которые вы увидите в данном ролике, будут находиться в описании под роликом. То есть напротив каждого места будет ссылка на данный тип крестоносца. Так же, как и будет ссылка на весь флайлист крестоносцев, где с легкостью можете найти себе билд. Что для текущего патча, в котором вы играете, что для будущих патчей, если, конечно, они будут актуальны. Ну что ж, давайте посмотрим, как распределились глаза. Итак, 9 место. И там у нас находится крестоносец, который наносит урон с помощью умения Длань Небес. То есть крестоносец призывает с неба такой сгусток энергии. И когда он падает на землю и сприкасается с ней, он разделяется на несколько зарядов, ну и атакует противников. В нынешних реалиях Диабл 3 этот геймплей возможен только с помощью сета доспехи Акана. Раньше его можно было использовать только как фановый билд. Теперь же при желании им можно довольно-таки быстро фармить его поручения, а также и нефаленские порталы. Пока, к сожалению, с помощью этого билда высоко в плане великых порталов забраться нельзя. Но все же билд такой имеется, и у него имеется 9 место. Восьмое место, и там у нас расположен крестоносец, который атакует противников с помощью умения Удар щитом. В зависимости от руна данного умения, крестоносец может атаковать двумя способами. Или совершая рыбок к противнику, нанося им удар щитом. Ну или находясь в неподвижном состоянии. Но чтобы не было, этого крестоносца можно реализовать только с помощью одного сета. И это наследие Ронанда. Билд в принципе этот довольно-таки мощный, во всяком случае на момент записания ролика. И им при желании можно фармить великие порталы высокого уровня. Во всяком случае, при наличии рук, этим билдом можно забраться в середину, а то и выше ладерной таблицы. Как допустим Соло, так он может себя найти и в пати. Во всяком случае, раньше некоторые этого крестоносца применяли для убийств боссов. А пока у нас у него восьмое место. Седьмое место, и здесь у нас расположен крестоносец, который наносит свой урон с помощью умения Порицания. У этого умения, как в принципе у многих применений, есть много руны. Одна руна может притягивать в себя противников, другая руна позволяет наносить удары практически мгновенно. И вот уже в зависимости от типа рун, меняются геймплеи. Но во всяком случае, в нынешних реалиях Диабл 3, этот геймплей крестоносца является топовым. И реализуется данный геймплей с помощью сета Доспехи Лекана. С помощью него можно очень быстро бегать с поручениями и нефалинские порталы. Ну а также штурмовать ладерную таблицу, если вас интересует первое место. Билд этот очень мощный, а самое что приятное в этой ситуации, что он получил новую жизнь. Так и таким билдом в Диабл 3 не играли очень-очень-очень давно. Наверное, последний раз он был играбельным где-то после выхода аддона Reaper of Soul. А это посчитайте сколько лет назад. И наверное, игрой сообщества пока к этому билду еще не привыкла. Вот поэтому, наверное, у него и седьмое место. На шестом месте у нас расположен крестоносец, который бросается щитом. Ну, то есть использует умение освещенный щит. Геймплей этот очень интересный. Но, во всяком случае, с визуальной стороны он смотрится эффектно. Как, в принципе, мощно он наносит урон в нынешних реалиях Диабл 3. Реализовать этого крестоносца можно двумя способами. Или с помощью сета Доспехи Лекана, или с помощью сета Наследия Кошмаров. И ведет наш воин-бой по принципу Капитана Америки. То есть он бросает противника щит, а тот рикошетит от противника к противнику. При этом одному, второму и третьему он наносит неслабенький урон. Данный геймплей тоже очень старенький. И существовал он тоже после выхода Роса. А вот сейчас у него появилась новая жизнь. И за это ему шестое место. Пятое место. И здесь у нас расположен крестоносец, который использует умение Ярость Небес. И он, в зависимости от экипировки, может создавать один, ну или несколько лучей. Которые могут спускаться с небес и перемещаться по земле, нанося противникам урон. Ну или же исходить от самого крестоносца. При этом данный тип крестоносца в миру известен как крестоносец Шотган. Реализуется он с помощью сета Доспехи Лекана. Как в принципе, этого крестоносца можно нет-нет, доносить в ладерной таблице. За это ему пятое место. На четвертом месте у нас находится крестоносец, который противников атакует с помощью умения Шарапи Замах. Дангеймплей очень своеобразный. Почему? Потому что он очень быстренько разносит все порталы. При этом до появления босса он оставляет приличное время. Но потом этого босса колпает он очень долго. Как говорится, быстрый старт, но долгий финиш. Реализуется он с помощью сертифинга Роунда. И данный тип крестоносца в принципе является топовым. То есть при желании им можно фармить ладерную таблицу, во всяком случае верхушку ее. А пока у нас находится он на четвертом месте. А вот мы подобрались к тройке лидеров нашего опроса. И здесь у нас находится крестоносец, который наносит не свой прямой урон, а урон с помощью шипов, то есть отражающий урон. И разгоняется этот урон с помощью нашего генератора. Генератор это то умение, которое накапливает ресурс. Реализуется этот геймплей двумя способами. Первый это с помощью сета шипы призывателя. А второй способ это гибрид. Это с помощью сета доспехи Акана, который разбавляется сетом шипы призывателя. Но что в одном варианте, что во втором варианте шипы разгоняются с помощью нашего генератора. То есть мы влетаем в труппу противников и атакуем их нашим генератором. При этом нанося ему ровных шипов. И вот такой у нас билд находится на третьем месте. Второе место. И тут у нас находится крестоносец, за который проголосовало 76 человек опрошенных. И это опять-таки шипованный крестоносец. То есть тот, который наносит урон с помощью шипов. Но в этот раз шипы раздаются с помощью бочи, которые падают с небес. И они в определенный промежуток времени, когда работают все нужные для нас бафы, наносят наш максимальный урон. Реализоваться этот геймплей можно с помощью двух сетов. Первый это с помощью сета на следе кошмара. А второй сет, тут будет, наверное, правильнее сказать, второй вариант, который использует два сета. Это сет госпехи Акана, а также сет Норвальда. То есть мы попросту перемещаемся по карте, и в нужном момент времени мы применяем умение бомбардировка. И ждем, пока эти бочки будут уничтожать противников, нанося им при этом урон от шипов. Вот такой вот крестоносец у нас находится на втором месте. Итак, первое место, и наш победитель, это крестоносец Хаммердин. То есть крестоносец, который наносит свой урон с помощью менее освещенный молот. Этот геймплей перекочевал в Diablo 3 и самой Diablo 2. За это геймплей проголосовало 78 человек. А это значит, что всего лишь на два голоса больше, чем за предыдущее второе место. Но все же факт остается фактом. Этот крестоносец использует сет в поиске света. И при этом во время боя крестоносец стоит неподвижно, раскручивая вокруг себя этого молота. Ну и противникам, собственно говоря, наносит урон. Такой вот билд нравится игрому сообществу больше всего. И за все еще и любовь мы ему вручаем почетное первое место. Ну и на этом моменте, что касается билдов крестоносца, ролик можно и заканчивать. Кстати, перед вашими глазами находится табличка, и в ней вы можете посмотреть, как же распределились голоса. То есть сколько человек за какой билд проголосовало. А сейчас у нас будет бонусная рубрика. То есть перед вами находятся две практически одинаковые картинки варвара. Вам надо найти отличия. И всего их на данном слайде пять. И когда вы их найдете, пишите, конечно, ответы в комментарии под роликом. Я буду их с нетерпением ждать. Но пока вы ищите и думаете, я ролик буду заканчивать. Что вы думаете о билдах крестоносца, о нашей новой рубрике, пишите в комментарии под роликом. Я с вами прощаюсь, благодарю за просмотр. Ну и желаю удачи в сезонном походе, ну и в поисках отличий. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, если вам нравятся ролики на этом канале, комментируйте, советуйте друзьям, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал на ютубе, вступайте в группу вконтакте. Я же для вас буду подготавливать все новые и новые интересные видео. Желаю всем удачного фарма, с вами был Яков, пока!